почему в хороших законопослушных можно сказать образцовых семьях рождаются плохие дети хотя что значит плохие вот александр ульянов для его тезки императора был злостным преступником хотел убить его бомбой а для моей преподавательницы начальных классов образцом для подражания а ведь не случись замысла цареубийство останься александр жив так может быть и его младший брат пошел бы другим путем хотя как многим известно он и пошел другим путем только путь этот был настолько тернистый и настолько утопичный что даже новое государство построенное по его схеме приказала долго жить мы совершенно точно знаем как звали отца ленина потому что отчество ильич знакомо нам с детства в этой связи дмитрий шостакович любил потроллить своих знакомых фразой эх люблю послушать музыку ильича и отвечал на их недоуменные взгляды я имел ввиду конечно же музыку петра ильича чайковского отец александра и владимира ульяновых был одним из самых выдающихся людей своей эпохи в сфере народного образования принесший огромную пользу российской империи по происхождению он был мещанин сын портного его отец был бывшим крепостным сам себя выкупившим из неволи в то время как владимир лишь ленин был потомственный дворянин как же это произошло благодаря папе илья николаевич ульянов окончил астраханскую гимназию серебряной медалью но в свидетельстве выданном после ее окончания говорилось что ульянову как происходящим из податного сословия не предоставляется тем никаких прав для вступления в гражданскую службу это значит что перед ним были закрыты двери для служебной карьеры это же значило что он не мог рассчитывать на стипендию при поступлении в университет хотя за него ходатайствовал директор гимназии который описывал своего подопечного как дробитого мальчика не имеющего никаких средств чтобы продолжить образование но попечитель казанского учебного округа ответил что стипендии нужны чтобы облегчить лишь чиновникам способа к воспитанию детей но для приема ульянова принадлежащего к мещанскому сословию в число стипендиатов нет достаточного основания пришлось молодому илье учиться на физико-математическом факультете казанского университета за свой счет подрабатывая на жизнь частными уроками что впрочем тогда была распространенной практикой среди большинства студентов получив диплом ульянов отправился в пензу преподавать математику в местном дворянском институте пен за того времени мещанская тьму таракань со взяточничеством рвачеством и произволом властей когда даже становой пристав умудрился украсть с дороги деревянный мост но именно там семье своего сослуживца илья николаевич познакомился и со своей будущей женой марии александровной бланк также в пензе ульянов был кем бы вы думали синоптиком он занимался метеорологическими наблюдениями причем делал это бесплатно обстановка не обещала никаких радужных перспектив выяснилось что директором нижегородской мужской гимназии работает его хороший знакомый именно благодаря этому обстоятельству илья николаевич смог получить место старшего учителя физики и математики в местной мужской гимназии и осенью 1863 года переехать в нижний новгород здесь в нижнем родился сын александр и дочь анны и судя по всему был зачат будущий вождь мирового пролетариата помимо гимназии илья ульянов преподавал чем нескольких местах как например мариинском институте благородных девиц изначально он располагался в особняке купца фанасия рычина на тот момент здание было двухэтажным еще двумя этажами она проросло в советское время сейчас здесь располагается нижегородский архитектурно-строительный университет а как он выглядел этот будущий вождь согласно полицейскому описанию него были угольные восточные с монгольским разрезом глаза русая рыжеватые волосы рыжие усы и борода и смуглая кожа чего никогда не скажешь исходя из черно-белых фотографий можно предположить что и у его отца была схожая внешность обустроившись нижним ульянов опять меняет место жительства осенью 1869 года он становится инспектором народных училищ в симбирской губернии данные училища существовали не на государственные средства а на деньги земства задачу инспектора входил контроль за ними от имени министерства просвещения чтобы не давать земством слишком много вольности в этом деле и вот тут илья николаевич ульянов развернулся по полной вместо того чтобы заниматься своими обязанностями формально он стал налаживать процесс народного образования по бумагам симберской губернии значилось 683 школы но как выяснилось во время инспекции ульянова на самом деле было 452 1886 году их количество приросло почти на треть количество учащихся увеличилось в два раза объем отпускаемых денег увеличился в 15 раз и все это благодаря усилиям и энергии или николаевича которому по словам марии ульяновой приходилось быть инспектором архитектором руководителем земских курсов и вечным просителем денег ведь их не хотели давать ни крестьяне не помещики поэтому нужно было быть настоящим дипломатом чтобы изыскивать средства на народное образование но ведь если наращивать обороты школьного образования то нужны учителя ульянов инициировал организацию педагогических курсов конечно же ему приходилось бороться и с распилом своем отчете за 1874 год ульянов писал многие люди знакомые с делом расходования сумм по содержанию училищ прямо мне говорили что не случайно назначается на ремонт училищных домов крупная цифра эта статья расхода представляет очень удобную статью дохода для известного рода людей но отдавая все силы народному образованию уделял ли он должное внимание собственной семье да воспоминаниях мы можем узнать что он играл со старшим сыном шахматы что выпускался семейный рукописный журнал субботник который читался в присутствии отца и матери однако перед самым отъездом в петербург поговорив с александром илья николаевич подошел к своей дочери а не со словами скажи саши чтобы он поберег себя хотя бы для нас отец не знал о семейной трагедии он добился всего что мог пожелать мещанин того времени потомственного дворянства умер ульянов незадолго до покушения млада народовольцев на александра третьего на похороны симбирского инспектора явился чуть ли не весь город гроб утопал венках некрологи были насыщены упоминанием его заслуг и добродетелей мы можем только гадать как бы он отреагировал на известие о том что один его сын казнен за подготовку теракта а другой его сын сделает все для того чтобы довести дело старшего брата до конца и уничтожить не просто царя а по возможности всю его семью как в таких семьях рождаются плохие дети ответ риторический возможно вы найдете на него ответ приехав сюда с вами был гид павел перец и команда проекта нижний 800